В субботу состоялась первая игра финальной серии ПБЛ между командами ЦСКА и Химки, уже привычное для болельщиков финальное противостояние. Однако непредсказуемости этой игре все же хватило, хотя бы потому, что главными героями матча неожиданно стали гости. Желто-синие довольно быстро вырвались в лидеры и, хоть и периодически уступали инициативу сопернику, каждый раз с уверенностью возвращали ее себе. Что же оставалось армейцам? Только защищаться, но оборона подводила красно-синих почти всю игру. Тревожность за хозяев стала еще в конце второй четверти. На длинный перерыв гости ушли с преимуществом 41-43. Однако и после него Козлаускасу так и не удалось настроить своих подопечных на победу. Химки активно атаковали и здорово защищались, а армейцы, казалось, не ожидали от гостей такого напора и действовали довольно нервно. За три минуты до конца матча преимущество желто-синих составляло плюс 8. Гости старались удержать счет, что позволило армейцев в напряженнейшей концовке сократить разрыв. Но до победы рвения все же не хватило. В итоге 72-77 в пользу гостей. После игры армеец Алексей Швед признал, что соперник был действительно очень силен. «Химки» хорошая команда и в этом чемпионате очень много хороших команд. Мы настраивались на это, знали, что они агрессивные, будут играть. Не получилось. Согласился со своим одноклубником и Андрей Воронцевич, который был разочарован не только результатом, но и неожиданно активной поддержкой болельщиков гостей на трибунах. Мы, может быть, переживали, и когда еще играешь у себя на паркете, тем более в финал, возможно, кто-то перенастроился и какие-то свои броски не забил. Потому что дома надо все забивать. И с этой поддержкой, ну правда, дома даже иногда тяжелее играть, потому что груз ответственности ложится больше, и твои зрители, и ты болельщиков не хочешь разочаровать, и своих родных. Желание болельщиков в Химок, да, было сильнее, чем желание наших болельщиков. Как будто мы где играем, мы в себя дома играем или в Химках. Игроку Химок Виталию Фридзону оставалось только согласиться со своим соперником. У подмосковного клуба с болельщицкой поддержкой все в полном порядке. Этот сезон они, на самом деле, очень здорово нас поддерживали. И мы чувствуем поддержку, и благодарны им, что они приходят. Самое главное, что мы выиграли. И первый матч, это самый важный, мы наставались на него, понимали, что первый матч будет тяжелый, и надо выйти агрессивно. В воскресенье ЦСКА предпримет еще одну попытку обыграть неприятного соперника, а в среду отправится к нему в гости в Химке.